Ну вот у нас основные доклады закончились, сейчас мы переходим уже к обсуждениям, но не более 5 минут, потому что у нас где-то минут 25 время только остается. У нас из записавшихся Илья Юрьевич Рябков, вот Баиров, Крым представляет, Асадулла, пожалуйста, готовься. Потом Рустам Нургалеев, это Казань, готовятся они пока. Рафик Хазарат, но давайте напомним, что организаторы этой панели, они не случайно предусмотрели в качестве со-модераторов трех человек. Видимо, Рамиль Равильевич, он хорошо знает, насколько, когда Рафик Хазарат становится одним единственным модератором, он умел узурпировать власть, в том числе власть у микрофона. Но я бы поблагодарил Рамиля Равильевича за то, что, ну как бы и в целом, за ту высокую организацию, которую мы уже с вами в течение этого дня видим, как проходит форум, но и за тот призыв, который прозвучал сегодня утром на пленарном заседании, и вот как раз отрефлексировал наш уважаемый Гулфи Аханум над призывом, чтобы женский голос засвучал громче и сильнее в нашей аудитории. Я думаю, что Гулфи Аханум, конечно, блистательно смогла продемонстрировать, что когда женщины берутся за тему исламского образования, то никаких авторитетов для них не существует. И все-таки вот Рафих Ахазрат, он дипломатично ушел от ответа, от критического, от той критической стрелы, которая выпущена была в адрес, как я понимаю, Совета по исламскому образованию, когда Гулфи Аханум говорит, что нет сегодня ни одного координирующего центра. Я напомню, что вот и Рамиль Равилович призывал нашего уважаемого председателя Совета по исламскому образованию все-таки отрефлексировать, почему сегодня так много замечаний, так много критики, так много вопросов адресуется к этой уважаемой структуре. А я напомню, два учредителя у Совета по исламскому образованию – это Российский исламский институт и Московский исламский институт, который учрежден Духовным управлением мусульман Российской Федерации. То есть, в принципе, учредители, конечно, могли бы строго спросить с созданной ими структурой, а почему сегодня за более чем 10 лет те вопросы, на которые мы сегодня ищем мучительные ответы и призываем всяческие представители исламоведческой, светской науки включиться в этот вопрос. Мы благодарны, конечно, и академику Наумкину за то, что он как медиатор вступается в проблемы, выносимые сегодня в нашей повестке. Благодарность ему и за то, что он как представитель от государства в качестве медиатора встал между богословами в процессе обсуждения фетвы, мы, к сожалению, представители религиозного сообщества не смогли найти консенсус, не смогли договориться и вынуждены были обратиться через администрацию президента к Наумкину, рассудите нас, какой же мы ислам исповедуем. Но очень важно, мне кажется, еще отрефлексировать сообщение, которое сделала Гульфия Аханум в отношении того упрека, который сегодня мы, представители мусульманского сообщества, должны себе совершенно точно адресовать, сами себе. А именно, ведь мы сегодня, взаимодействуя со светскими вузами, в основном опираемся на ту концепцию, которая называется концепцией подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама. И сегодня присутствует здесь большое число участников рабочей группы при Минобранауке России созданной, но у нас до сих пор нет концепции религиозного исламского образования. Вот когда мы говорим, что вот не такое, что слишком светские вузы много забирают денег и из этой так называемой исламской программы, сотни миллионов рублей, которые Владимир Владимирович уже не первый год выделяет, они распыляются, светские вузы укрепляют только свою материально-техническую базу и так далее, и так далее. Дамир Хазрат Мухеддинов об этом совершенно недавно очень блестяще на семинаре в Санкт-Петербурге, не боясь присутствия отца-основателя, патриарха российского востоковедения Михаила Борисовича Петровского, сказал это ему буквально, что называется, в лицо. Но мы-то себе должны в лицо говорить. Сегодня Русская Православная Церковь готовит, и она имеет проект, он дорабатывается, проект именно православного религиозного образования. Неужели мы не можем? Вот даже если посмотреть на то, какие мощные специалисты сегодня у нас на форуме присутствуют, но до сих пор у нас нет концепции религиозного именно исламского образования. Мы спорим через фетвы, мы фехтуемся этими фетвами, Кавказ, Москва, Москва, Казань, друг друга поддерживаем, позиционируемся, друг против друга дружим. Но давайте, наконец-то, мы используя тот механизм, о котором критично отозвалась Гульфия Ханум, Совет по исламскому образованию, все-таки, наконец-то, приступим к этой очень серьезной работе и выработаем, наконец, концепцию религиозного исламского образования. Да, конечно, прекрасно, у нас есть теперь Болгарская Исламская Академия, иногда ошибаемся, то ли болгарская, то ли болгарская, но будем называть ее Российская, Российская Болгарская Исламская Академия. Она, конечно, будет готовить в дальнейшем магистров и докторантов, составляя внутреннюю конкуренцию на площадке Республики Татарстан, потому что у нас есть прекрасный ректор, прекрасный Российский Исламский Институт, они у него теперь будут тягать магистрантов, докторантов, и он будет, не знаю, чем заполнять теперь свои аудитории. Москва что? Москва будет еще только помогать. Да, конечно, можно порадоваться, что у нас сегодня есть единственный журнал ваковский, уникальный в том смысле, что он зарегистрирован в ваковском перечне в исламском сегменте теологии. Другого сегодня нет. Его учредители, бессменный главный редактор Дамир Мухеддинов здесь присутствует. Этим инструментом мы можем пользоваться, чтобы дать возможность защищать магистерские, аспирантские, кандидатские, докторские диссертации. Я пользуюсь случаем, приглашаю всех выступивших здесь обязательно довести ваше выступление до формата научной статьи и рекомендуем вам опубликоваться здесь. Тем более, что три академика являются членами редакционного совета. Петровский, Наумкин, присутствующие здесь, Виктор Антонович Садовничий. И очень важно сегодня, все-таки, когда мы радуемся, что мы стоим в шаге от создания диссертационного совета по теологии на площадке Казанского федерального университета, трезво все-таки думать о том, что если в течение двух лет не будет ни одной работы и не защищено по теологии, диссертационный совет автоматически будет просто закрыт. Поэтому, мне кажется, надо трижды подумать Рамиду Равиловичу о том, чтобы создать этот диссертационный совет. Если он такой смелый, решительный человек, то мы его максимально всегда будем поддерживать. Вот именно Казань сегодня задает мощный вектор. Мы пожелаем ей успехов и просим всегда взаимодействовать с такой скромной площадкой, как Москва. У нас, конечно, ислам не на снегу, но ислам на асфальте был до некоторого времени. Аль-Хамдуля, сегодня есть Московская соборная мечеть. Мусульмане Москвы могут молиться уже не на асфальте, а в вместительной до 10 тысяч мусульман одновременно в соборной мечети. Но я позволил себе эту ремарку, поскольку снял свой доклад из программы нашей пленарной секции, заодно и пригласил вас к сотрудничеству с нашим журналом, представительство, региональное представительство которого на площадке Казанского федерального университета, аль-Хамдуля, надеемся, будет подписано завтра, благодаря стараниям Рамиля Равиловича, и завтра, даже сегодня, да? Спасибо большое. Спасибо. Вот от мисквичей что-то сегодня мне очень сильно достается. Вот так всегда так вот. Москва. Я боюсь уже, Дамир Хазрат, у нас он третий будет, двое уже. Они не Казань ругают, мне лично ругают. Ну и мы уж привыкли к этому. Но сейчас, Дамир Хазрат, мы слово дадим Илье Юрьевичу, потом, да, Дамир Хазрат Махудзину дадим. Илья Юрьевич, пожалуйста. Спасибо. Ну и не более трех-четырех минут, пожалуйста. Времени очень мало. У меня будет несколько коротких ремарок, просто на выступление Гульфея Янысина. Я от лица администрации президента выражаю благодарность Равилю Хазрату, что он сформулировал предложение для главы государства. Вот, поручение ему такое дал. А второй момент, по поводу стандартов, которые должны быть только государственные. Могу сказать, что в Приволжском федеральном округе у нас более двух десятков медресе. И будем говорить откровенно, ни одно из них на данный конкретный момент не в состоянии пройти стандартизацию в соответствии со стандартами Министерства образования на среднепрофессиональное образование. Если сейчас мы будем говорить о государственных стандартах для всего исламского образования, мы фактически три четверти его закроем. Всех учебных заведений. И поэтому здесь необходимо все-таки более осторожно подходить вот к таким вещам. Когда Рафик Мухаммедович на базе Совета по исламскому образованию предложил вариант по принятию на базе Совета стандартов среднего исламского образования, это был достаточно прагматичный и хороший ход на данный момент, чтобы хоть к какому-то знаменателю привести те медресе, которые существуют. Я прекрасно понимаю, что ситуация по разным регионам разная. На Кавказе может быть совершенно по-другому. Но что касается Привожского федерального округа, я вам точно скажу, что если государственную стандартизацию они бы проходили, никто бы не прошел. Момент второй. По поводу, соответственно, площадок. На мой взгляд, Совет по исламскому образованию является нормальной площадкой. Вопрос в том, каким образом в рамках него организовать работу. А насчет уже, как сказать, каких-то конфликтов, которые у одного одно мнение, у другого другое, ну это вообще-то нормальный процесс, как бы. И, в принципе, для этого и создан орган под названием Совет. Я хотел, да, наверхозрак. У меня буквально был один вопрос и одна ремарка к выступлению Гульфии Ханум, чтобы все люди понимали, что мы не всех выпускников Московского исламского института направляем на учебу СПБГУ и в МГУ, а наиболее одаренных и кто сдает на основании конкурса соответствующие экзамены и потом зачисляются. Это первый. Второй вопрос был вот к Рафику Мухаммедшевичу, как председателю Совета по исламскому образованию. Вот мы с доктором Тауфиком немножко формулировку не смогли понять. Перспективы развития высшего исламского религиозного и теологического образования. А есть какое-то высшее исламское религиозное образование, не теологическое, а теологическое отдельно. Вот и чем они отличаются. Ну и поддержу, конечно, мнение Шамиль Кашафа, который действительно очень остро ставит вопрос по поводу болгарской исламской академии. У татаров слог ударения в конце ставят «Болгарская исламская академия». Вот. Поэтому все-таки действительно она будет очередным конкурентом нашим ведущим исламским вузам и будет оттуда перетягивать магистров, аспирантов. Или все-таки у нас только много докторов теологических наук, которые должны работать в академии. И однажды одного уважаемого авторитетного человека спросил, на ваш взгляд, вообще чем должна болгарская исламская академия заниматься. Он сказал, готовить кадры. Я говорю, извините, но кадры готовят исламские вузы. От бакалавриата до аспирантуры. Все-таки академия, в моем понимании, это то заведение, в котором работают академики. Можно воспринимать его французскую модель, можно американскую модель воспринимать академией. Поэтому здесь надо, наверное, нам все-таки понять. Потому что формы, конечно, Митимир Шарипович Шамиев сдаст в эксплуатацию в начале уже учебного года, в 2017 году, скорее всего. А вот внутреннее наполнение до сих пор мы не хотим к этому прийти, к обсуждению. Кого мы будем направлять? Как мы эти кадры будем собирать в масштабах страны? На основании какого конкурса, расцвета глаз, разреза глаз и так далее? Какой продукт мы будем с вами все вместе иметь на выходе? Почему я это актуализирую? Муравиль Хазрат Гайнудзин, когда только проект обсуждали, на всех площадках сказал. Уважаемые коллеги, обращаюсь, наверное, и к самому себе, он обратился, и ко всем нам. Давайте не подставим президента, в уста которого вложены на разных площадках и Московской соборной мечети, и Уфимской площадки, о том, что это новый супер-мега-проект. А вот внутреннее наполнение, я все-таки призываю всех нас с вами конкретно, четко его обсуждать. Что это за болгарская или все-таки булгарская академия? Или академия? Насчет болгарской уже мы выяснили, там обсуждать в принципе нет, но на самом деле вот Дамир Хазрат поднимает очень важный вопрос. Я не случайно говорил о том, что здание-то будет, здесь уже однозначно, содержательная часть. Дамир Хазрат мы в принципе уже подготовим, скорее всего, к январю у нас первый пакет документов будет по содержательной части. Первую же магистрскую программу мы подготовили образцы, и докторские будут. В принципе, естественно, вот учредительный, в первую очередь, мы будем обсуждать и кого набирать, какие программы. Но здесь то, что в названии теологическое образование, ну, естественно, разделили, чтобы, например, сугубо исламское учебное заведение, ну, слово религиозное лишнее может быть, исламское образование, и теологически, чтобы у нас не было путаница, теология все-таки у нас ассоциируется как государственный стандарт, но есть еще сугубо религиозное исламское образование. Поэтому здесь вот из двух составляющих название нашего панеля вынесли. Но давайте тогда, действительно, время мало у нас, мы хотели... Ремарку можно сказать? Ремарку. Ремарку. Можно? Добрый день. Наталья Замараева, Института востоковедения. Я, прежде всего, хотела бы поблагодарить нашу коллегу, которая выступила с последним докладом. И я обращаю внимание, что она подняла действительно очень важный вопрос в целом для исламского мира. Вопрос об отсутствии образовательной политики именно исламского образования. Я являюсь специалистом по новейшей истории Исламской Республики Пакистан. И я могу сказать, что аналогичные проблемы, кстати говоря, ставятся и в Исламабаде. Более того, я совершенно согласна с нашей коллегой, что действительно университетские центры являются именно теми точечными центрами, которые и определяют самостоятельно каждой свою политику в области образования. И я с ней абсолютно согласна, когда мы говорим об образовании в Медресе. Тут идет полный коллапс, мы встречаемся с полным коллапсом с точки зрения подготовки кадров. И именно основное внимание в настоящее время в области образования Исламской Республики Пакистан, основное внимание как раз уделяется унификации или приведению к единому стандарту при подготовке кадров в Медресе. Спасибо. Ну, на самом деле, вот, может быть, чуть-чуть помягче, можно сказать, что проблемы есть, но по стандарту в Татарстане уже вот среднепрофессионального образования два года мы работаем. У нас не просто стандарты, пакеты учебников подготовлены, не просто они изданы. Сейчас мы всеми российскими Медресе, со всеми 100% согласовали стандарт среднепрофессионального образования, хотели в декабре, не успели, в январе примем высшего образования, исламского, сугубо исламского образования. Тоже мы, в принципе, со всеми исламскими вузами согласовали. Что касается концепции, вот Шамилю, я забыл сказать, он зря немножко, вот, концепции нет, концепции нет. Концепция на ЕС, его запороли, в том числе в Москве, там, Питере и так далее. То есть могли его серьезно обсуждать. Концепция, проект был, дали всем. Ну вот, иншалу, в январе мы его примем. Но концепция исламского образования, конечно, должна быть. И не просто концепция, еще форма его реализации. Ну вот, я хотел бы, вот, Асадулла, Хазрату Баирову, он представляет Крым, ну, чтобы он буквально несколько слов сказал, вот, перспективы, все-таки, как вот Крыму, они собираются реализовать систему исламского образования. Я всех приветствую, друзей, знакомых, научное сообщество. Приятно участвовать в этом, в этой панели, в этом форуме. Действительно затрагиваются очень важные вопросы. Есть некоторые нотки паники. Я хотел бы сказать, что я считаю, нам не нужно паниковать ни в вопросах Академии, ни в вопросах других. У нас достаточно опыта набрало за 20 лет. И я считаю, есть достаточно специалистов, которые смогут и руководить, и преподавать как в Академии, так и в других органах, которые будут обеспечивать работу этой Академии. Сегодня у нас 10 вузов исламских в России. Это очень большое количество, я считаю. Наши гости с исламского мира, приезжая к нам, действительно удивляются, потому что для них Россия заснеженная, и, как было утром сказано, та деревянная мечеть с минаретом, вырастающим прямо посредине крыши, это очень большое удивление. Они вообще удивляются, что ислам, оказывается, есть на территории России. А когда еще увидят, что у нас есть университеты, и когда наши детки едут к ним на магистратуру, они видят непосредственно их знания, я считаю, что их реакция понятна. Поэтому, я думаю, не нужно нам паниковать в этом вопросе. Мы никогда не позорим, я думаю, на наше начальство, и достаточно на хорошем уровне дадим эти знания. Два слова буквально по фетве. Фетва очень много шума создала вокруг себя, хотя были обсуждены элементарные вопросы. Была площадка для обсуждения. Все, кто хотел обсудить, мог на этой площадке участвовать. Я считаю, так и, в принципе, было. Было неоднозначное чтение итогов фетвы. Но я думаю, по этому вопросу мы тоже можем обсуждать и приходить к общему знаменателю. Фетва нужна была больше для того, чтобы некоторые маргинальные радикальные группы не брали на себя ответственность нести ислам, наверное, как единственная правильная организация. Нужно было отсечь этих маргиналов от управляющих должностей, чтобы они понимали, чтобы общество понимало, и, может быть, чиновники понимали, что эти маргинальные группы не могут представлять большинство мусульман. Насчет стандартизации. Насчет Мадресе сказали, что в Приволжском округе проблемы. У нас в Крыму одно Мадресе, состоящее из мужского и женского отделения и центра Хафизов. На сегодняшний день по стандартизации мы где-то на 95% выполняем стандарт, который был принят Советом по исламскому образованию. Это нас очень приятно удивило, потому что, участвуя на совещании, вот это было в 2014 году, по-моему, Рафиха Хазрет. Мы были приятно удивлены, и мы, и организаторы этого совета, что программа Азовского Мадресе в Крыму на 90% соответствовала этому стандарту. Хотя мы развивались в различных плоскостях, скажем, в разных государствах. И Крым после того, как стал частью России, мы наложили стандарты и увидели, что мы действительно двигались в одном русле. То есть, как у татар говорят, путь разума один. То есть мы идем примерно в правильном, в одном направлении. Говоря о радикализации, тоже два слова хотелось бы сказать. Сегодня мы говорили о радикалах, о борьбе с радикализмом, как нам быть. Мы, как непосредственно находящиеся на передовой люди, как религиозные структуры, четко понимаем, что решая только вопрос исламского образования, повышения уровня образования, мы не сможем решить эту проблему. Потому что довольно образованные люди в довольно продвинутых мусульманских странах участвуют в радикальных течениях и очень активно участвуют, борются за свержение власти в этих странах, становятся лидерами оппозиционными и так далее. То есть я считаю, что здесь есть какая-то неудовлетворенность социальными стандартами или со жизнью этой прослойки общества. И она борется за исполнение тех своих, наверное, элементарных прав. Поэтому параллельно с повышением качества образования, с созданием элиты религиозной, о которой мы постоянно говорим, которая будет управлять умами общества, нужно параллельно государственным органам работать над приведением, наверное, системы в государстве в такое состояние, чтобы все слои общества, все национальности, все религии, живущие в этом государстве, были защищены одинаково. Чтобы человек, живущий в Саратовской области, мусульманин, был настолько же защищен, как человек, живущий в Чечне. И наоборот, христианин, живущий в Саратовской области, был настолько же защищен, как христианин, живущий в Чечне. То есть его права, чтобы были защищены одинаково. Тогда, я считаю, никакого радикализма не будет. Говорилось о плюрализме в исламе. Плюрализм, он действительно в исламе всегда был, но он был в потоке большой реки, и эта река всегда была целым, единственным чем-то. И внутри этой реки можно было правее плыть или левее плыть. Но на сегодняшний день плюрализм пропагандируется немножко другой. Есть большая река, которая осталась нам от предков. Мы говорим, это традиционный ислам, по которой очень комфортно плыть. Но есть постоянно появляющиеся деятели, которые создают параллельно какие-то каналы, какие-то течения, которые ставят целью выбивания из этой общей реки, общего нашего традиционного понимания, людей и привлечения их вот этим непонятным каким-то путям. Мы боремся с вот этим проявлением, ни в коем случае не против свободы мысли в исламе и так далее. Мы за свободу мысли всегда стояли. И джадидское то направление, о котором говорил Дамир Бей, действительно сто лет назад такими великими людьми, как Гаспринский и его соратниками, было поставлено. Я считаю, что нам через сто лет опять спорить об этом смысла никого нет. Нужно просто проповедовать дальше эти идеи и идти по этим путям. Еще два слова о традиции. Традиция же не просто так стала традицией. Почему мы говорим, что нужно поддерживать традиционный ислам, нужно укреплять традиционные институты? Потому что эта традиция, тысячелетняя традиция ислама сегодня в России. В Крым ислам зашел тоже очень давно. У нас есть мадресе и мечети, по которым по 700-800 лет. И это те, что сохранились. Мы знаем, что ислам как религия государства зашел в эти времена. А ранее был и в таком виде, скажем, индивидуально люди принимали ислам. Поэтому эта традиция, которая основалась в течение тысячи лет. И за тысячу лет наши предки избрали тот самый подходящий путь жизни на этой территории в этих условиях. Наши предки всегда жили в том окружении, в котором мы сегодня живем. Примерно состав был тот же и проблемы были те же. Поэтому я считаю, что отложить традицию в сторону, попытаться создать какую-то новую модель. Мы обратно вернемся, я считаю, обратно к той же самой традиционной модели. Но мы потеряем очень много времени. Поэтому отрицать влияние традиции и ее сегодня влияние против радикализма, как панацеи, я считаю, является неправильным. И традиционные сегодня институты, они в России, кстати, это такой уникальный опыт, они показывают свою работоспособность. Сегодняшний опыт мирного сосуществования, и не просто существования, как терпения друг друга, а в каком-то взаимопонимании. Мы толерантность не воспринимаем, как терпение друг друга и до первого скачка, как говорится. А именно понимание друг друга, взаимоуважение, взаимопроникновение, может, культур, но оставаясь при своих интересах и сохраняя свою идентичность. Поэтому эта традиция зарекомендовала себя. Я считаю, нам не нужно изобретать велосипед, нужно следовать в этом традиционном ключе. Спасибо, Сан-Заллахаджи. Ну, вот в Крыму у них функционирует Азовский мадресе. Среднепрофессиональное образование, сейчас они работают над открытием высшего исламского учебного заведения. Разрешите похвастаться, пока мы обучаем дневной формы, заочно-дистанционной формы. Более 60 человек из Крыма у нас учатся в Российском исламском институте.